Здравствуйте! Вы на канале Шмагля Резидент и Алинас Хоум Гарден. И в первую очередь хочу поздравить всех моих друзей с ютуба, всех моих зрителей, которые смотрят меня, моих подписчиков с Рождеством Христовым. Дорогие друзья, я хочу вам пожелать хороших праздников, чтобы праздник Рождества прошел у вас в теплой обстановке, с семьей. И хочу пожелать в 2019 году обильных Божьих благословений, чтобы Бог обильно посетил ваши дома, особо, и благословил ваши семьи, и чтобы все ваши желания исполнились в 2019 году. И этот год был для вас благословенным и радостным. Как видите, у нас уже елки нету, мы убрали, у нас праздники уже закончились. Я уже говорила в своих видео, что у нас начались обычные будни. Да, спрашивали у нас, задавали некоторые вопросы, почему так рано убираем елку, потому что мы ее очень рано поставили. У нас праздники закончились, у нас уже обычные будни, я работаю. Когда у меня время есть, тогда все и убираю. И сегодня у меня видео, я сделала ревизию среди своих цветов, семян цветов. И вот делаю немножко такой коротенький обзор нашей гостиной, моего зимнего сада. Как он выглядит сейчас. Это подарок дочка собралась для учительницы. И смотрим дальше, какие семена в этом году я буду садить, что я купила. Мой домашний небольшой огородик. И все мои новиночки. Сегодня 5 января. Я решила заняться, немножко перебрать свои семена. Прошлогодничные, которые я так и не посеяла. У меня вот осталось торшенные таблетки. Здесь где-то 35 штук. Здесь семена у меня цветов прошлогодних. Коробка такая у меня в прошлом году была. Хочу навести порядок. В этой коробке у меня семена овощей. У меня в этом году появились немножко другие коробки. Вот такие. У меня вот такая папка здесь с записями. Пересмотрю. И вот журналы, то есть каталоги семян прошлого года с фирмы. Тут и цветы, и теплицы, и все, все, все. Это 2018 год. И вот в этом году мне уже прислали. 2019 года. Очень много новинок здесь у них. Кое-что собираюсь я заказать. Посмотрите, какие красивые у них петуни. Это новинка 2019 года. Красота. Очень красивые петуни вывели. Ну, опять я хочу заказать семена клубники. Но это будет на другом сайте. Так как на этом сайте они продают только корешки. На вот этом сайте. А другой сайт я покажу, на каком сайте. Там, кстати, можно заказывать даже с Украины, с России, по всей Европе. Они делают тоже доставку. Ну, я там сделала кое-какой заказ. Я покажу вам. А сейчас не об этом. Хочу вот похвастаться. Получила я сертификат. Благодарность. О том, что занимаюсь озеленением. Сажаю цветы. То есть храню природу. И мне вручили в этом году вот такой сертификат. В начале года я получила. Также я получила вот такие наклейки на конверт. Приклеивать с моим адресом. Здесь я хочу с этим разобраться. Здесь они... Я не могу понять, правда это или не правда. Но дают бесплатно семена цветов. Вот, посмотрите. В нашем городе. Это что значит? Фри. Флавер. Трис. Селекшн фор вестфел. Цветы и деревья. Хочу узнать. Правда это или не правда. И вот такой календарик на холодильник. С нашей фамилией Шмыгле. Еще надо было, чтобы написали Шмыгле Resident. Вот это такая у меня радость. Потом сделаю порядок среди семян. Вот это семена, которые сын привез мне с Украины. Цветы, овощи. Ну, здесь же корневин у меня. И вот моего года новинка. Мне подарили этого года новинки. Лампы. Одна у меня уже горит. Над моим домашним огородом. Вот. Фулл спектр. Но они не горят розовым или сиреневым. Но это фулл спектр. Вот. 9 ватт. Вот видите. Вот та тоже такая же самая. Только она немножко другая. Сейчас я выключу, покажу. Здесь у меня мян растет. Вот. Укропчик. Силиндра. Калиандр. И вот мята у меня. А, и розмарин. Конечно, я не сеяла эти семена. Я покупала уже рассаду в магазине. Но она себя плохо чувствовала. Вот как только под лампой поставила, намного лучше она себя стала чувствовать. Вот. В выключенном виде лампа. Я выключила. Вот. Так же самое, как и та. Но немножко матовый. Такой открытый. А здесь стекло матовый. Ту я не пробовала. Эту у меня уже горит. По ватам одинаково. Нету раздражающего розового цвета. Просто обыкновенным для глаза цвет горит. Ну, и вот такие дела. Сейчас дальше. Я буду показывать семена, которые я покупала. И которые еще будут у меня в этом плане докупить надо. Вот такая красивая коробка у меня для семян. Это будет для цветочков. Эта коробка старенькая. Ну, наверное, для вот этого была. Купила я колеусы. Хочу попробовать кактусы. Я как-то покупала два года назад. Они, наверное, уже у меня прострочены. Не, наверное, а точно прострочены. Но я попробую их посеять. Хочу попробовать сама. Питуню вот такую и такую. Вот три вида. Самая простая, я думаю. Нет ничего особого. Виола карната. Mixed color. Хочу попробовать. И пока только что три вида импатиус. Просто я смотрела, в некоторых магазинах точно такие же самые дороже. Но там больше видов. Там пять видов было. В этом магазине тоже вся та самая фирма. И все дешевле на доллар. И колеус. Герань я еще хотела купить. Но герань в том магазине, в котором я видела и импатиус, оно дороже. А в этом магазине, в котором я купила все тоже той же фирмы, дешевле. Но ее не было. Ну что ж, закончила я ревизию своих семян. Все переложила в свои коробочки. Сделала в этих коробках порядок. Навела. Сложила все по местам. В этих коробках у меня семена больше не будут. Здесь я положила с прошлого года пакетики. Все такое. Что я хочу сохранить. Как бы для отчета и сравнения. Вот в этой коробочке я перенесла все семена. Семена, которые мне подарили. И семена, которые я уже в этом году купила. Семена, которые я в этом году купила, я еще буду покупать. Так как я хочу на подарок купить. Для своих друзей. Вот еще. Я забыла показать. Я покупала вот такие штучки для сада пометок. Для сада и пометок. Ну, запись. И с фломастером. Вот такие купила. Здесь 10 штучек. И здесь 20 штучек. Вот таких. Это фирма, которая журнал мне присылает. В прошлом году я очень много семян выписывала. И сделала обзор я прошлогодних семян. И я думаю, что это здесь не все семена. Ой, очень много семян я нашла у меня прошлогодних. Но я немножко расстроена. Так как я в том году очень много семян выписала. Очень много посадила. Много и еще. Очень много у меня осталось. Расстроена почему? Расстроена потому, что семена у нас сроком годности даются ровно на год. С декабря 2018 года по декабрь 2019 года. В прошлом году были семена. С декабря 2017 года по декабрь 2018 года. То есть в декабре вот эти все мои семена простроченные. А вот эти даже в семнадцатом году были просроченные. Ой, не люпины. Колюмбины. Колюмбин. Это водосборы. Здесь у меня их три вида. И я вот думаю, что мне с ними делать. И примула у меня осталась. Я немножко садила в том году. Но примулу уже надо, наверное, посеять. И на страфикацию вынести на улицу. В прошлом году я выносила. Очень хорошо она взошла. Ну, конечно, я за ней плохо ухаживала. И оказалось, у меня колиусы с прошлого года стали. Я даже не знала. Забыла много колиусы. Гайлярди. Ну, в общем, очень много. Гвоздики. Я в этом году смотрела. Хорошо, что я не заказала. У меня здесь вот четыре вида гвоздики с прошлого года. И эмпатиус. Эмпатиус. Ну, в общем, очень много у меня семян с прошлого года. Так что придется. В этом году не планировала я много садить. Но, наверное, придется пробовать все сеять. Что взойдет, то взойдет. Посмотрим. Ну, в общем, с завтрашнего дня начну заниматься посевами. Вот эти гвоздички очень мне нравятся. Если они зайдут, я хочу посеять их. Дорогие друзья, хочу на этом закончить мое видео. И для любителей комнатных цветов, я 10 января, как и обещала, сделаю обзор моего зимнего сада. Так как я еще не все свои цветы перенесла в своем зимнем саду моей гостиной еще в нашей зале. И надеюсь, что я до 10 января пересажу орхидеи мои, покажу мои орхидеи, покажу, как я их поливаю. И покажу все мои растения, как они зимуют. Так что любители комнатных цветов не расстраивайтесь. Я об этом не забыла. И так как у меня очень много появилось друзей среди любителей комнатных цветов. Я люблю и комнатные цветы, люблю и садовые цветы. Летом у меня в саду очень тоже много цветов. А зимой я занимаюсь своим зимним садом. И хочу сказать, что так буду и продолжать в этом году. Так как благодаря этому мой канал больше начал развиваться. Больше стало у меня подписчиков. Так что буду больше рассказывать о комнатных цветах. И буду делать и такие видео, и такие видео. И для любителей комнатных цветов, и для любителей сада. И для тех, и для тех. И на этом хочу закончить мое видео. Сегодня 5 января. Всех с наступающим Рождеством, с Новым Годом, благословений вам, здоровья вам в новом году. Пусть все ваши мечты сбудутся. И мир в наших странах и домах. До встречи в моем зимнем саду 10 января.